Сегодня занятия в школах Сочи начались с необычных уроков – футбольных. Их участниками стали более 6 тысяч школьников. Преподаватели рассказывали о предстоящем Кубке Конфедерации. Он пройдет в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани в 2017 году. Его участники – победители каждого из шести континентальных чемпионатов плюс действующий чемпион мира и страна-хозяйка Кубка. Всего восемь команд. Состав солидный, именно поэтому Кубок Конфедерации называют генеральной репетицией Мундиаля. После теории и практики, а попробовать себя в роли футболистов смог каждый школьник. Как вести мяч, забивать голы и защищать ворота. Мастер-класс в 24-й школе дали юные футболисты и ветераны кубанского футбола. В Сочи у нас тренируется около 2000 человек. Мы уверены, что подобные события, как Кубок Конфедерации, нам дадут возможность увеличить это количество детей. И желающих у нас появится гораздо больше. Большой городской праздник в поддержку проведения матчей Кубка в Сочи прошел и на площади у Южного Мола. Там были организованы спортивные зоны, были отмечены лучшие юные футболисты и состоялся концерт. Мы хотим всем рекордам, наши звуки дадили нас. Подобные праздники прошли в целом ряде городов России. Причем не только там, где будут принимать этот турнир. Стадион Фишт. На его трибуны ровно через 500 дней будут стремиться попасть тысячи футбольных фанатов. Именно здесь в июле 2017 года пройдут матчи Кубка Конфедерации. Всего их будет 4-3 групповых, а один полуфинальный. Сегодня на объекте продолжается реконструкция. Фишт уже становится похож на футбольный стадион. Поле засеяно, трава взошла. Специальные установки так называемого «досвета» помогают ей расти. Сделана система аэрации, которая будет подкармливать корневой слой. Также и убирать лишнюю воду с верхнего слоя. Сделана система полива, уже полностью выполнена работа. Сделана система подогрева поля. Демонтаж конструкций, которые остались в наследство от Олимпиады, на стадионе почти завершен. В целом объект готов уже на 70%. На 50% закончен монтаж технологического оборудования. Все идет строго по графику. После реконструкции стадион будет вмещать 40 тысяч болельщиков. С возможностью установки дополнительных легких трибун еще на 5 тысяч мест. Кстати, расходы краевого бюджета на подготовку стадиона удалось сократить на 10%. Первоначально процент софинансирования этих мероприятий из краевого бюджета составлял 30%. В настоящее время он составляет 20%. То есть большую часть взял на себя федеральный бюджет. Потому что региону необходимо, так сказать, на другие нужды их направить. Программные мероприятия по реконструкции стадиона обходятся 3,8 миллиарда рублей. Из них почти 3,5 миллиарда – это федеральные средства. Около 300 миллионов – средства краевого бюджета. Сдать объект должны уже в июне этого года. Кроме самого стадиона в Сочи появятся еще и три тренировочных поля для участников Чемпионата мира и Кубка Конфедерации. Плюс пять тренировочных баз в Геленджике, Анапе и Краснодаре.